Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 24 октября и казалось бы, у нас только закончилось лето, и мы уже без перерыва снова начинаем готовиться к новому сезону. Говорю это так, потому что уже приходят вопросы ко мне. Какие томаты самые сладкие? Я сама всю жизнь ищу самый сладкий томат, только ради этого выращиваю по много-много десятков сортов новинок. Но когда приходят такие вопросы, я улыбаюсь, потому что невозможно найти какой-то один самый сладкий томат. Их очень много, и я сейчас расскажу, но это, конечно, больше всего для новичков, как определить, как выбрать для своей коллекции, для своего огорода самые сладкие томаты. Ведь сладость томата у нас зависит не только от сорта какого-то определенного. Я сейчас вам расскажу сначала, почему могут получаться не сладкие томаты. Многие жалуются, что вот мне расхвалили, я посадила, выращивала, но не нравится не сладкий какой-то водянистый. Потому что на сладость томатов влияет очень-очень много факторов, и если выбрать вот самые-самые основные, это, конечно, в первую очередь сорт. Есть сорта генетически предрасположенные к образованию сладости, а есть сорта, которые, но они не очень сладкие. У них так в описании написано, томатный вкус с кислинкой. Это обычно вот эти скороспелые, ранние, которые долго не висят на солнышке, мы употребляем их очень рано. А генетически предрасположенные, это обычно вот эти крупные, мясистые, бифтоматы, которые чаще всего у нас позднеспелые, которые очень долго наливаются, висят, созревают, и у них больше времени, у них больше шансов накопить вот эти сахара, преобразовать питательные вещества, которые они потребляют в сахар, вкус. Но кроме этого, еще очень большое влияние оказывает состав грунта. Ведь мы все знаем, что вот у нас у кого-то вкусные, у кого-то невкусные, потому что у кого-то земля бедная, у кого-то земля плодородная. И тут важен не только изначальный состав вкус, но состав почвы, а то, что вы вносите в почву, сбалансирована ли она у вас, содержит ли она все макро-микроэлементы, которые обязательно нужны для полноценного созревания, для того, чтобы томат полностью раскрыл свой вкус. Потому что ясно, что если в почве чего-то не хватает, то и во вкусе будет чего-то недоставать. И еще один фактор, который я считаю вообще самым важным, даже важнее сорта, важнее состава грунта, это количество солнышка, которое получает наш томат. А если в общем, то это регион, в котором вы живете, климат, который у вас в этом регионе, и жаркое или дождливое выдалось солнышко. Потому что, смотрите, ситуация такая. Если солнца много, даже любой сорт, который не предрасположен к повышенному образованию сахара, в жаркое солнечное лето все томаты становятся более сладкими. У нас в этом году произошла вот такая ситуация. У нас почти не было дождя, у нас стояла жара, огородникам было сложно, но зато получились наивкуснейшие томаты. В жаркое лето они обычно меньше размера, потому что влаги, ну, немножко недостает влаги. Поливом так не восполнишь, режим полива так невозможно создать. Вот я не успеваю всех полить. И вот они такие сладкие, только из-за того, что солнце светило. Прям, ну, каждый день, день за днем было солнце, и солнце, и солнце. И вот это очень важный фактор. И еще, режим полива. Если вы будете часто поливать томаты и заливать их, даже самый-самый такой сахаристый сорт, который по природе, он должен быть очень сладким, он у вас будет водянистым и может быть даже с кислинкой. Я вот это говорю для новичков, есть такое выражение, разбавить сахар водой. То есть, то количество сахара, которое должно образоваться в этом помидоре, и может быть уже оно образовалось, вот поливая бесконечно, вы даете много влаги, и это количество сахара, оно разбавляется водой, получается томат водянистый и вкус, ну, не очень сладкий. Это можно контролировать, конечно, в теплице, вы можете там дозированно поливать, но если открытый грунт и если лето дождливое, то все, вероятно, слышали такое выражение, все опытные огородники говорят, что томаты залило, они все начинают трескаться от обилия, от избытка влаги, они лопаются аж. И томаты становятся водянистыми, то есть, содержание сухих веществ у них там уменьшается, повышается содержание воды, и томат становится не сладким. Все. Но чтобы сильно вас не загружать, я это просто пояснила для тех, кто, возможно, хочет найти самый сладкий томат и много лет не может его найти, может быть причина в том, что вы много поливаете, может быть причина в том, что у вас грунт какой-то не такой, может быть причина в том, что у вас солнышка мало, и бывают такие регионы, в которых лето, ну вот совсем мало солнечное, там очень сложно получить сладкий хороший томат. Мы все знаем, вот к нам в Сибирь привозят, всю жизнь привозили с Узбекистана томаты, и все знаем, что узбекские томаты самые сладкие, самые вкусные, потому что они там на солнышке висят. Но сейчас мы сами научились выращивать. У нас теперь теплицы, в которых влаги много не попадает, в которых более тепло и солнышко как-то больше там, мне кажется. А теперь по сортам. Все, наверное, заходят в интернет и смотрят. Там много статей, топ-10 самых сладких, топ-20 самых сладких сортов. И хочу сказать, что, конечно, считается, что самые сладкие томаты, это крупные вот такие биф-томаты, которые мясистые, которые разломишь, которые сахаристые, но тут у них конкуренция большая. И наряду с этими крупноплодными томатами не уступают по сладости еще ведь и томаты черри. Мы иногда про них забываем. И когда спрашивают, все подразумевают, вот какой-нибудь покрупнее. Но есть вот, например, томат медовая капля, я уже о нем говорила. У него такое высокое содержание сахара, особенно если в солнечное лето. Он прям приторно-сладкий. Я сейчас прочитаю сорта, выписала, которые я выращивала и которые все другие называют. И я согласна, что они сладкие сорта. Это вам на заметку. И в конце прочту сорта, которые говорят, что сладкие, но я не выращивала. И пока еще не могу, ну не видела таких сортов. Может быть, буду в дальнейшем. Я, конечно, тоже ищу так же, как и вы, высматриваю, выспрашиваю, какой томат самый сладкий. Хочется, конечно, всем сладких томатов. Вот у меня есть розовый мед, который считается общепринятым сладким томатом. Потом бычье сердце, это уже оно на протяжении многих десятилетий. Люди отмечают, что вот этот розовоплодный томат, бычье сердце, он особо сладкий. Но в хороший год вообще там прелесть. И хочу заметить, что розовоплодные томаты, они всегда немного более сладкие, чем красноплодные. Загадка природы появилась у меня два года назад, поражает своей сладостью. Я так удивилась, какая она сладкая. Называют сладким Кенигсберг золотой и южный загар. Это оранжевые томаты. Я согласна со всеми, кто называет их сладкими. И хочу отметить, что все желтые и оранжевые томаты, они генетически предрасположены к более высокому процентному содержанию сахара в своих плодах. Потом медовый, тоже оранжевый. Русские колокола. Это уже не крупный, это же вот такой, как перцевидненький у меня в теплице растет. Он тоже сладкий. И в этом году многие написали отзыв, кто брал у меня семена русских колоколов, что несмотря на то, что он не крупный, и вот такой, казалось бы, как больше к засолочному сорту, но он очень сладкий, вкусный. Потом сахарный гигант. Нынче выращивала впервые. Огромный красный плод, плоскоокруглый, классический. Очень хороший, очень сладкий. Особенно нынче, когда у нас было солнечное лето. Но вот эти вот бифтоматы нынче особо сладкими получились. Очень. Потом. Ну вот медовая капля. В этом году не было, но я много лет ее выращивала, особенно когда дети были маленькие. Вместо винограда можно есть. Оранжевая груша. Это тоже. К тому же в той же опере, что она оранжевая, поэтому сладкая. Но еще хочу сказать, смотрите. Появилось не так давно вот эти всякие бикалоры, американцы тигровые. И в прошлом году я открыла для себя полосатый шоколад. Вот. Такие полосатые томаты, они оказались тоже очень сладкими. Вот полосатый шоколад в том году, прям, я удивилась. Разрезаешь вот это вот какое-то черно-красное вот это томатное мясо. Непревышенное было для меня очень вкусное. И я не только свое мнение выражаю, и отзывы других огородников тоже хвалят, что странная вещь девушки. И полосатый шоколад у всех получается сладким. Но опять же, это при условии, что если он не в дождливое лето, если он не где-то там на улице, если у него режим полива не нарушен. Водой можно испортить любой томат, дождливым, летом. Называют сладкий хурму. Это тоже оранжевый томат, я согласна, что тоже сладкая. Потом вот в первый раз у меня начальная роза. Ее тоже люди называют сладкой. Но она, я не скажу, что она меня как-то сильно поразила сладостью, вот как загадка природы в том году. Но тоже сладкая, когда вызревают томаты. Сюда же можно отнести, в этом году первый раз выращивала клубничное дерево и клубничный десерт. Тоже сладкие томаты. Они не очень крупные, такие средние. Потом медовый салют, томат бекалор, красно с желтым. Тоже вот под вид загадки природы, тоже прекрасно сладкий томат. Потом сахарный пудовичок, сахарный бизон, медово-сахарный. Как вы понимаете, что если в название добавлено слово сахарный или медовый, этот томат, он предрасположен к образованию сахаров и он должен быть сладким, если вы его не испортите. Потому что иногда, зачастую, мы сами портим качество своих томатов. Или вот так же усиленным поливом. Или высадим куда-нибудь, если в тенек. Вот у меня есть места, где не целый день солнца, половина жизни они сидят в тени. Конечно, они менее сладкие будут. Им нужно солнышко. Солнце это главное условие. Малахитовая шкатулка, это зеленоплодная, ну как такой, как желто-зеленый, тоже очень сладкий. Сейчас назову сорта, которые я не выращивала, но которые по отзывам людей должны быть сладкие. Сахарок, сахар коричневый, сахар белый, сахарная слива малиновая и клюква в сахаре. Ну тут из названия все понятно, что все сахарные названия должны быть сладкими. Так же, как все морозные и снежные названия должны быть холодоустойчивыми. И вот эти названия даются, конечно, только тем томатам, которые сладкие. Я надеюсь, помогла новичкам немного разобраться в том, какие томаты самые сладкие. Но когда у меня спрашивают, назовите самый сладкий сорт томата. Ну вот вы видели, сколько я прочитала. У меня 15 или 20 сортов, если у меня их 300, и вот половина их я могу смело назвать сладкими. Никогда у меня нет ни одного. Я каждый год какой-то новый сорт открываю, и мне кажется, этот еще более сладкий, чем тот. А новый, может быть, будет еще более сладкий. Ну и вот в этом году я накупила еще очень много сортов, так что на будущий год будем испытывать. Но я вам скажу так, самый вкусный, самый сладкий, самый такой приятный томат, это первый. Вот когда первый томат созреет, он кажется таким сладким, таким вкусным. Все, до свидания.